Если нас будет по утрам, И спать кладут по вечерам, Какой придумал ваш чудак? Тик-так, тик-так, тик-так. Здравствуйте! В эфире передачи Остров Радыки и ведущие Лиза и Ярослав. Ярослав, а что для тебя время? Ну, я так не могу объяснить словами, но иногда оно бежит быстро, что ты его не замечаешь, а иногда он тянется так медленно-медленно. Причем самое интересное, что скорость твоего стрелок все время одинаковая. Вот об этом и еще о многом интересном мы поговорим позже. И я представлю нашего гостя. Время. Не удивляйтесь, время существует, и мы сталкиваемся с ним постоянно. Пока мы готовили эту передачу, мы бывали во многих интересных местах. В Петродворцовом часовом заводе «Ракета» на Петропавловской крепости. Мы стреляли там из пушки. И прогулялись по улице времени, тоже на Петропавловской крепости. А еще мы посетили пространство Цифербург, в котором ты можешь пить кофе, чай, есть сладкие печеньки, но платишь ты исключительно за время. Об этом мы еще поговорим чуть позже. А сейчас Ярослав представит нашего сегодняшнего гостя. Встречайте. Сычева Людмила Александровна, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Здравствуйте. А что для вас время? Вы знаете, я, наверное, не скажу ничего нового, если примкну к большому количеству философов, ученых, которые до сих пор не могут точно определить для себя, что же такое время. В этом смысле мне очень нравится высказывание блаженного Августина. Когда-то он сказал, когда меня не спрашивают, что такое время, я знаю, что это такое. А вот когда меня просят объяснить, я не знаю, что это такое. Утешимся тем, что мы живем во времени и в пространстве, и давайте поговорим о чем-нибудь более конкретном. Давайте. А как появилось время? Я думаю, что время появилось вместе с нашей Вселенной, поэтому как оно появилось, трудно сказать. И вряд ли вам кто-то точно даст ответ на этот вопрос. А вот как люди научились измерять время, ценить время, вот об этом, наверное, стоит поговорить. Тем более, что мы с вами живем в городе, который, как всем известно, основал царь Петр I. И надо сказать, что и в истории исчисления времени он тоже сыграл немалую роль. Именно благодаря ему Россия перешла на общие европейские циферблаты. Вы знаете, что когда-то, до Петра I, на циферблате в России вы могли бы увидеть не 12 делений, а 17. Дело в том, что исчисление времени делилось на дневные и ночные часы. А самый продолжительный день в Москве насчитывал как раз 17 часов. И вот представьте себе, что если день был короче 17 часов, то как только солнце закатывалось, стрелки опять переводили на начало, и начинался новый отчет времени. То есть если солнце всходило, например, в 5 часов утра, то 6 часов считалось 1 час светлого времени. Довольно путанная ситуация. То же самое и ночью. Вот именно царь Петр I заказал в Голландии часы, которые были установлены на Спасской башне Московского Кремля. И в 1706 году они начали отсчитывать новое время России. И, кстати, Петр I создал завод, который является самым старейшим в России. И он выпускает очень хорошие часы, на наш взгляд. Мы побывали на этом заводе и посмотрели, как делаются обычные, но в то же время необычные часы. Давайте посмотрим про этот сюжет. Наши часы покупают и космонавты, и большие ученые, и писатели, и военные. Известный артист Миронов в фильме «Бриллиантовая рука» тоже в кадре попался с часами ракеты. «Бриллиантовая рука» Наши часы, как мы их изначально выпускали и по сегодняшний день, они, в принципе, должны работать не менее 30 лет. Присылали отзывы о наших часах, еще произведенных где-то в 60-е годы, а они до сих пор еще в рабочем состоянии. Ну вот мы находимся сейчас на участке, где у нас производится сборка самого основного часового узла. Узел балансовый с мостом. В Европе, значит, законодатель часовой промышленности в Швейцарии является. В Швейцарии вот такие операции делаются только на трех заводах. Несмотря на то, что в Швейцарии выпускается порядка 180 миллионов часов в год. Время является самым главным фактором нашей жизни. Начало жизни, конец жизни, все в каком-то временном поясе находится. Вопрос, сколько времени отводится. А вообще время, оно бывает, что нужно очень часто в течение одного дня. Мы, как говорится, уточняем, в которое время сейчас мы что-то делаем. Сколько нам осталось, допустим, до конца рабочего дня. Время всегда человек воспринимает субъективно. И в некоторых случаях кажется, что время идет долго. В некоторых, наоборот, его не хватает. И мы сожалеем, глядя на часы, что так быстро время пронеслось. Но на самом деле время мы свое используем именно для того, чтобы сделать лучше свою продукцию. И когда мы думаем о людях, которые будут ею пользоваться, то мы уже не думаем о своем времени. Нам на этом заводе рассказывали, что у одного человека, коллекционера, есть тысячи часов ракеты, и он каждый день их заводит. Замечательно. А вы знаете, что даже технология изготовления часов меняется со временем. Так, например, в XVIII веке на циферблатах была только одна часовая стрелка. В XIX веке добавилась минутная. Ну, а к XX веку скорость жизни, наверное, так и увеличилась, что без секундной стрелки не обойтись. А еще есть такая шутка. Чтобы узнать цену одной тысячной секунды, спроси у серебряного чемпиона Олимпийских игр. Это я к тому, что в некоторых видах спорта даже тысячная доля секунды имеет решающее значение. А еще мы побывали в Петропавловской крепости. А почему? А какая история у выстрела? Полодинного выстрела? У нас во всем почти виноват Петр I. Вы к этому, наверное, уже привыкли. Дело в том, что когда город только начинал строиться, часов городских не было. А как-то нужно было определять начало и конец рабочего дня, когда люди могли прерваться на обед. Кстати, во времена Петра I прерывались на обед не на 15 минут, чтобы заскочить в ближайшую кафе и быстренько сживать пирожок, а на 2 часа. То есть это был такой серьезный отдых. Так вот, работу будильника выполняла пушка. Она стреляла на рассвете, и весь Петербург начинал работать. Она стреляла примерно в 11 часов, то есть до полудня. И вот эти 2 часа на обед называли даже адмиральский час, потому что все решительно делали перерыв, кушали, отдыхали, дремали даже, а затем приступали к своим рабочим обязанностям. И, наконец, пушка стреляла на закате. Вообще, надо сказать, что весь 18 век пушки нашей крепости звучали очень часто, так часто, что в конце 18 века императору Павлу I надоела, видимо, эта постоянная стрельба, и он приказал отменить утреннюю и вечернюю стрельбу. Ну, подумайте сами. Приезжал император в Петербург, пушки стреляли. Приветственный салют. Стоило одержать какую победу? Пушки опять же отмечали это событие. На Новый год стреляли пушки. Даже в церковной празднике Рождество и Пасха начиналось с орудийных выстрелов Петропавловской крепости. Если в царской семье происходили радостные события, свадьба или рождение ребенка, опять же стреляли пушки. То есть у них действительно очень много поводов было для стрельбы. А вот полуденный выстрел, его история связана с созданием Пулковской обсерватории, когда построили замечательную новую обсерваторию, стало возможно точно отслеживать течение времени по движению небесных светил. И вот тогда-то и возникло предложение передавать сигнал точного времени по телеграфу из Пулковской обсерватории и производить полуденный выстрел. Только сначала этот выстрел производили из Адмиралтейства. Туда легче было передать сигнал из Пулкова. А вот примерно 10 лет спустя, в 1873 году, первый полуденный выстрел прозвучал с Нарышкина Бастиона Петропавловской крепости. И затем уже с перерывами он звучит до сегодняшнего дня. Конечно, и нам было очень интересно узнать, каким образом стреляет пушка. Это легенда или настоящая пушка. Мы отправились на Петропавловскую крепость Нарышкин Бастион. И еще совершили увлекательное путешествие по улице Времени. И сняли сюжет. Давайте посмотрим. Петропавловская крепость дала залп по Эрмитажу. Нет, это был не обычный полуденный выстрел, по которому горожане сверяют часы. Случилось это на 30 минут раньше. Из пушки вылетело настоящее чугунное гидро. Вот так штука. Из пушки по музею. Кому же такое могло прийти в голову? Такие случаи были. Такие случаи были. Но это исторические случаи, когда был миллениум, когда был переход на время, когда был 2000 год, 2001. 12 часов стреляла пушка. Потом исторический момент, когда мы нашу Аврору, которая находилась на ремонте, тоже, когда ее переправляли на новое место, тоже был выстрел. Таких вот в неурочное время практически не было. Мы всегда стараемся дать не столь точное время, сколько указания Петра в полдень. А полдень, если не астрономически, то достаточно относительное понятие. Для меня время. Для меня время. Это вечность. Это вечность. Для людей, наверное, время это необходимость жить, прожить тот период времени, который нам отпущен к Всевышнему. Так все четко. Так точно в 12.00. А это вот какая по счету пушка? Она же не у нас? У нас нет по счету. У нас есть правое орудие, есть левое. Вот эти орудия работают здесь уже 11 лет. А до этого работали вот МЛ-20, которые находятся внизу, который был 152 миллиметра. Они работали с 23 июня 1957 года. Кто больше запомнился, вы знаете, как-то запоминаются, как правило, более люди, те, которые уже ушли из жизни. Я очень хорошо помню и запомнил на долгие годы моей жизни. Дарья Анатольевича Хиля, который вместе со мной стрелял здесь прямо. Мы с ним пели песню, замечательную песню «Около пушки» исполнили. До этого сначала он, потом я его подержал, естественно. А потом он ушел из жизни. Ну, я запомнил на сезон. Сюда приходят почетные граждане, почетные именитые гости, заслуженные люди. Заслуженные люди, деятели науки, искусства, живописи и так далее. Вообще у нас про все есть история своя. Своя какая-то баечка. Приезжает молодой начинающий профессор и снимает свою первую профессорскую квартиру на улице Большой Морской. И тут он узнает, что появились новые суперточные электрические часы. И он выступает с предложением, вращается в городскую думу и предлагает. Вот раз такие суперчасы, то для них должно быть какое-то особое место. Мы взяли их, прикрепить вот тут вот как раз уголочки у арки главного штаба, вот на этой стрелочке как-то. То есть место такое подходящее. И действительно, в арке главного штаба поместили первые в историю Петербурга электрические часы. Профессора звали Дмитрием Ивановичем Дмитрием. И вот это поколение, которое как бы видело все, начиная от царя-батюшки, заканчивая телевизором. Вот, поэтому мы в этой комнате собрали. Видите, вот у нас телевизор. Очень интересная пианино. Вот если вы музыкой занимаетесь, сразу увидите, что с ним не так. Ну что у нас в 60-е годы. Это у нас приоткрывается полезный занавес. В толстых журналах начинают печатать то, о чем даже не подозревали. Сейчас говорим, время бежит, чеется, стремится, другие глаголы. А когда появилась «Улица времени»? Наша экспозиция, названная «Улица времени», появилась в год юбилея Санкт-Петербурга. То есть, летит Санкт-Петербурга в 2003 году. Так что в этом году, 27 мая, у нас будет маленький юбилей. 10 лет, как мы открыли нашу «Улицу времени». Название достаточно необычное. И в то же время очень понятное для тех ребят, которые к нам приходят. Эта экспозиция помогает им пропутешествовать через три века истории Санкт-Петербурга. Конечно, невозможно рассказать историю нашего города на одной даже очень большой, наверное, экспозиции. А у нас совсем небольшая. Но мы попытались собрать те предметы, те свидетельства времени, которые наиболее ярко, наверное, отражают историю Петербурга в то или иное время. Видите, я все время произношу это слово. Время, время, времени. Свидетели времени, напоминания о времени. Но если немножечко прокомментировать вот сюжет, который мы посмотрели, надо сказать, что Дмитрий Иванович Меделеев вообще сыграл очень большую роль в сохранении времени. Можно сказать, что он был первым хранителем времени в нашем городе. Потому что, когда по его предложению была создана Палата Мер и Весов, там, как бы сказать, были собраны такие эталонные часы. И именно Палата Мер и Весов сегодня является тем центром, по которому сверяют точность своих часов очень многие организации. А если вспомнить такое жестокое испытание, которое пережил наш город, я имею в виду блокаду Ленинграда, вы прекрасно знаете, что тогда Полковская обсерватория была разрушена практически полностью. Только это учреждение, Палата Мер и Весов, было тем местом, которое отчитывало правильное время. Вот их часы так и служили мерилом. И занятное совпадение может быть. Знаете, Пушкин еще сказал, бывают странные сближения. Радиоприемник, который передавал сигналы точного времени, назывался Ольга. А блокадный Ленинград для нас четко ассоциируется с именем поэта Ольги Бергольц. И, кстати, если уж про блокаду вспомнили, ленинградский метроном. Просто инструмент, который помогает музыканту не сбиться с ритма. Но в блокаду он воспринимался как биение общего сердца города, который продолжал жить и сражаться. Так что время, его звучание, его измерение, наверное, очень важно всегда для человека во все времена. Ну, а на нашей улице времени, вы обратили внимание, собраны самые разные часы. У нас есть и песочные часы, мы их с вами видели в XVIII веке. У нас есть даже солнечные часы, хотя, конечно, солнце на экспозиции у нас не светит. Солнечные часы стали страшно популярны и модны вместе с архитектурой классицизма. А классицизм — это же Греция, Рим. Там солнышко много. Ну и затем, конечно, механические, электрические, о которых мы с вами говорили. Кстати, те самые часы, установленные в арке главного штаба по предложению Дмитрия Ивановича Менделеева, они сохранились. Они вот и находятся в музее при палате мер и весов и сегодня. Там цифра была 2 метра. А вот в арке главного штаба на этом же месте находятся новые швейцарские часы, суперточные, которые тоже начали свою работу в том же 2003 году. Так же, как и наши улицы времени. А как появилась идея создания улицы времени? Ой, ну эта идея, пожалуй, появилась задолго до ее воплощения. Даже не решаясь сказать, сколько именно лет мы вынашиваем эту мысль. Дело в том, что наш отдел, Центр музейной педагогики в Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, он работает с детьми, по названию понятно, да? И всегда хотелось создать такое пространство, где бы ребята могли прикоснуться к музейным предметам, удобно расположиться, посидеть, поговорить, что-то взять в руки, рассмотреть поближе и поближе познакомиться с историей, чтобы не было только тех экспонатов, которые из-за своей большой ценности лежат от нас, спрятанные за стеклом и недоступны совершенно, да? Вот. И поэтому эта идея, вот она так бродила, как бы, среди музейных педагогов, и, наконец, нам удалось ее воплотить вот в 2003 году. А что улицы может рассказать? На улице времени мы можем рассказать о том, как создавался наш город, кто и как его строил. Мы говорим о том, кто служил и жил в нашем городе, как появлялись названия улиц и площадей нашего города, как формировался город, как он рос, какие районы появлялись, чем эти районы были знамениты, как одевались в Петербурге тоже, между прочим, немаловажно, да? Как жили ленинградцы? Это уже 20-й век. То есть, на самом деле, мы можем довольно много чего рассказать на нашей улице времени. Этим она, наверное, нам и нравится, потому что позволяет поговорить о разном. Людмила Александровна, а как вы относитесь к фразе «Время – деньги»? Ведь мы часто ее слышим. Мы ее очень часто слышим, да. Но вы знаете, мне, пожалуй, более нравится фраза, которая, по сути, отражает ту же мысль, но сказал ее несколько иначе, все тот же Петр Первый, с которого мы с вами сегодня начали. Он говорил примерно следующее. «Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, неудобно кованию будет». Ну, как известно, Петр был человек дела, и, наверное, именно поэтому для него было очень важно не тратить время зря. В центре нашего города, Санкт-Петербурга, есть город Цифербург, маленький город. В нем есть дома, но нет стен. В нем жители не платят за электричество, воду, еду. Они платят только за время. Мы побывали в этом городе, сделан небольшой репортаж. Давайте посмотрим. В кафе Цифербург не надо платить за еду, напитки и удовольствие. Здесь ты платишь только за время. Здесь все посвящено времени. Даже само название говорит о себе. «Прошлое и настоящее» совмещается здесь. Мы постарались Цифербург сделать вторым домом. И дома ты не покупаешь кофе и не просишь у мамы купить еду у нее. Ты проводишь дома просто время. И цены, они условные. Они не должны мелькать перед людьми. Они должны чувствовать себя как дома. Наша главная цель, чтобы люди себя чувствуют комфортно и уютно. Для того, чтобы войти в воображаемый дом, надо открыть воображаемую дверь. Это целый маленький город, где передвигаются на самокатах и пешком. День и ночь здесь меняются за 24 часа. И с наступлением ночи загораются свечи и фонарики. Есть такая схема, догмель. Это стилизированный город. И циферблат – это стилизированный город. И стены были бы преграды для общения. А так, здесь у каждого вроде бы есть ограждение для того, чтобы ты чувствовал свое свободное место. Только твое личное. Но при этом, благодаря тому, что нет стен, ты можешь подойти к любому человеку и мило с ним начать общаться. Здесь все свободны в общении, но при этом у каждого есть свой личный уголок. Добрый день, сказал маленький принц. Добрый день, ответил торговец. Он торговался мановейшими пилюлями, которые отоляют жажду. Прогласить такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить. И чего ты их продаешь? Спросил маленький принц. От них большая экономия времени, ответил торговец. По подсчетам специалистов, можно сэкономить 53 минуты в неделю. А что делать в эти 53 минуты? То, что хочешь. Будь у меня 53 минуты свободных, подумал маленький принц. Я бы просто-напросто пошел к родняку. Я бы сейчас провела это время с близкими, потому что я из другого города, и мне их немного не хватает. Наверное, я бы гладила собаку и слушала бы истории отца, путешествий и рассказы мамы. Я бы потратил их на сон, потому что это очень важно. Я бы села в свой кавер-самолет и облетала бы все свои страны, в которые я хотела побывать. У меня, к сожалению, пока что не было возможности. И я бы старалась запечатлеть каждый уголок нашей земли и посмотреть, кто где как живет. Ну, вообще хочется, наверное, молчания в эти 53 минуты. Молчания для созидания, чтобы почувствовать каждую минуту из этих 53. И, наверное, все равно, где это будет происходить. За эти 53 минуты я, как минимум, поблагодарил бы всех людей, которые сделали всю остальную мою жизнь более интересной. Все потерянное, кроме времени, можно найти, гласит китайская мудрость. Берегите время. С вами была передача «Остров Радоги» и ее везущие Лиза Ярослав. И у нас в гостях была Людмила Александровна и время. Увидимся в следующем воскресенье. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова